Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. В начале этой публикации я вынужден сделать небольшое отступление. Дело в том, что администрации Яндекс.Зен принято решение в связи с известными событиями на Украине в политические публикации по текущей политической ситуации показывать только подписчикам каналов. И думаю, не нужно объяснять, как мало толку будет от таких публикаций. Добавлю, сегодня они также это правило, скажем так, ужесточили еще сильнее. Пока не буду развивать данную мысль. На Дзен показ публикации в ленте – это действительно все. И в этом, видимо, его главное преимущество перед Ютубом, но это и палка о двух концах. Обдумав ситуацию и решил, что сейчас целесообразными будут тематические публикации. Ситуация вокруг публикации «Гудков. Мы ступаем в последнюю стадию путинского режима» наглядно показала, что для аудитории наших каналов шок. Что причины невероятных экономических успехов Сталина в том, что он, по сути, взял кредит у будущих поколений, взял его у нас с вами. И расплачиваться за это теперь приходится не Сталин, а нам. В этом же главная причина развала Советского Союза. Номенклатура любит на все лады повторять. Советский Союз развалил Горбачев. Но на самом деле это далеко не так. Советский Союз развалил Иосиф Сталин. Развалил, поскольку его экономическая политика оказалась миной замедленного действия, заложенной под нашу экономику. И так получилось, что в данном цикле публикации я как раз уже и вышел на данную мину. Но в связи с тем, что было невероятное количество актуальных политических новостей, я приостановил эту работу. Но теперь я могу спокойно к ней вернуться и детально рассказать, насколько же опасную триггерную реакцию запустил в нашей экономике Сталин. Теперь вернемся к теме. Напоминаю, в этом цикле публикаций я хочу рассмотреть экономику секретного способа производства. Азиатского способа производства, АСП, или политаризма. Секретного, потому что его изучение было запрещено в учебных заведениях Советского Союза. И понятно почему. Политаризм, согласно классикам марксизма-ленинизма, хуже не только капитализма, но он хуже даже рабовладения. Если же его официально изучали бы в учебных заведениях СССР, то даже школьникам стало бы ясно, что в Советском Союзе и близко нет никакого социализма. А у нас классический политаризм. Мой подробный ролик о политаризме будет на конечной заставке. Вместе с тем, тут есть вопросы. Сила в нашем мире часто обратная сторона слабости. И наоборот. И в экономике политаризма это проявляется в полной мере. Его экономика в 20 веке не раз оказывалась не просто эффективнее, а намного эффективнее экономик самых развитых стран. И именно эти вопросы я хочу рассмотреть и наглядно показать. Какой же великий экономический шанс упустил наш нынешний президент Владимир Путин? Напоминаю, в прошлой публикации я разоблачил два мифа об источниках советской индустриализации. Современные экономисты утверждают, что это изъятие хлеба у населения, в ходе так называемой коллективизации, и токсины. Я показал их несостоятельность. Показал прежде всего опираясь на исследования Валентина Катасонова. Но дело в том, что Катасонов сам признал, что да, он разоблачил указанные мифы, но при этом и сам так и не смог ответить на вопрос, где же Сталину удалось взять ресурсы для индустриализации. По его оценке, цена индустриализации была минимум 9 тысяч тонн золота. Сталин же на момент его начала имел аж 140 тонн золота. Катасонов это официально называет загадкой сталинской индустриализации. И этот вопрос действительно непростой. Но тем не менее, никакой загадки здесь нет и близко. Для начала нужно понять вот что. Индустриализация осуществилась далеко не сразу. Она началась в 1929 году и продолжалась до 1941 года. То есть шла 11 лет. И ВВП СССР за эти годы вырос ни много, ни мало в 6 раз. То есть настолько сверх рентабельного проекта такого масштаба похоже просто не было в истории человечества. А это значит, что индустриализация очень быстро не только начала сама себя окупать, но и приносить колоссальные прибыли. И они действительно были колоссальными. Напоминаю, Советский Союз на момент начала индустриализации имел аж 140 тонн золота. К 1941 году золотой запас Советского Союза состоял ни много, ни мало 2600 тонн золота. И еще напоминаю, золотой запас Российской империи, копившейся веками и являющейся третьим в мире после США и Франции, даже с учетом монетарного золота, на 1914 год составлял 1700 тонн. Без учета же монетарного золота он составлял порядка 1300 тонн. То есть Сталин за 11 лет удалось практически вдвое превысить золотой запас Российской империи, копившейся веками. Наверное, также уместным будет сказать, что современный золотой запас России на 2022 год составляет 2300 тонн. Это неудивительно. Объемы выпуска промышленной продукции в Советском Союзе за период индустриализации выросли в 4 раза. СССР реально стал второй промышленной державой в мире после США. И понятно, немыслимым темпами рос промышленный экспорт, приносящий валюту, приносящий в гораздо большее количество экспорт сельскохозяйственным. Мне почему-то не удалось найти цифру, насколько соотношение промышленного и сельскохозяйственного экспорта Советского Союза изменилось в 1941 году. Повторяю, я не понимаю, почему не удалось. Но кое-что найти таки удалось. Это цифры, поэтому лучше зачитаю. Так, в 1924 году доля сельскохозяйственного экспорта в СССР составляла 69,7% от общего экспорта, а доля промышленного – 33,3%. А уже к 1931 году все было наоборот. Доля сельскохозяйственного экспорта – 44,2%, а промышленного – 55,8%. Это в самом начале индустриализации. Понятно, что к 1941 году это соотношение изменилось еще сильнее и намного сильнее. Так стоит ли удивляться, что такими колоссальными темпами рос золотой запасы? То есть главным источником ресурсов для советской индустриализации была сама индустриализация. Но это, понятно, рождает два новых вопроса. Первое. Почему индустриализация была настолько рентабельной? И на него я уже ответил в незапланированном вступлении. Потому что Сталин, по сути, взял эти деньги у нас с вами. Но каким образом он это сделал, я отвечу в свое время. Второе. Где Сталин взял стартовый капитал? На него я попробую дать ответ в следующей публикации. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите в подсказке и на конечных заставках.